МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телекомпания ТВ-сфера приветствует всех телезрителей нашего канала. Здравствуйте! В эфире городские новости в студии Ольга Авилкина. Вчера в Донецк прибыл 89-й гум-конвой из Российской Федерации. На этот раз общий вес гуманитарного груза составил почти 345 тонн. Белые КАМАЗы снова доставили в ДНР продуктовые наборы для детей в возрасте до 3 лет. За последний месяц республика принимает уже третий конвой МЧС России. Минувший понедельник 2000 коробок с детским питанием привезли в Харциск. Их выдача началась днем позже, 29 октября. Как мы уже сообщали, теперь наборы для малышей в Харциске выдают по новому адресу – на улице Вокзальной, 36. Помощь полагается всем без исключения семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. На протяжении первого года жизни ребенка получали, а потом немножечко еще приостановили. Но подспорье, безусловно, очень хорошее, так как и каши, и пюре, и соки, все это нужно, все разнообразный рацион. Поэтому большое спасибо, что есть такая возможность получать эту помощь. Для нас это большая помощь, и мы очень благодарны и Российской Федерации за такую помощь, и, конечно же, всем органам и сотрудникам, которые помогают осуществить это. Содержимое наборов, как всегда, подобрано в зависимости от возраста ребенка. Для малышей от года до 3 лет – это мясные, овощные и фруктовые пюре, детские каши и сок. В наборы для грудничков, ко всему вышеперечисленному, добавлены сухие молочные смеси. Мой ребенок с удовольствием все ест, кушает из этого питания, кроме брокколи, конечно. А так остальное все кушает прекрасно, очень удобно. Допустим, каши до сих пор мы кушаем. Приготовили, быстро очень готовится, особенно когда после работы прибегаешь, быстро раз и приготовили. И учитывая, что я живу одна с двумя детьми, мне очень выгодно, что Россия помогает в такой помощи. Потому что для меня покупать – это накладно. В Иловайске пункт выдачи детской гуманитарной помощи располагается по улице Шевченко, 78, в здании станции юных техников. В Зугрессе – по улице Калинина, 24, в помещении бывшего продуктового магазина. В Харцизском управлении труда и соцзащиты населения обращают внимание горожан на сроки получения гуманитарной помощи. Наборы детского питания теперь выдаются исключительно за текущий месяц. По улице течет вода. Устраните порыв. Телефонные звонки с требованиями подобного рода диспетчеры Харцизского водоканала принимают практически каждый день. Сегодня, например, ремонта требуют участки водопровода на улицах Пугачева, Парижской коммунной и Спортивной. Но чтобы ликвидировать порывы коммуникаций на законных основаниях, одного сообщения от местных жителей недостаточно. Водопровод по улице Парижской коммуны местные жители прокладывали в середине 80-х. Виктор Васильевич помнит, как его семья скооперировалась с соседями, чтобы провести воду. На нашей улице вначале проложила правая сторона, до середины улицы проложили свою трубу. Но тоже как к оперативам. Они проложили сотку трубы у них. Со временем повели воду со стороны башни. Но тоже сотку трубу ложить не разрешили, потому что вы оставите башню без воды, положили трубу в 50-ю. За последние несколько лет жителям улицы Парижской коммуны и соседней Гвардейской не раз приходилось вызывать бригаду горводоканала. Вот по сотке трубы, да, я не знаю, раза 3-4 на год обращаются. Она сейчас до сих пор там течет. Ее никто там не ремонтирует. Хозяева напротив кого порвала трубу, нет, они тут не живут. Так дом держат, типа дачи. И все это самое. И вода бежит, он посидит, бей, там же болото, как говорится. Водоканал не спешит обслуживать сети, которые им не принадлежат. Все дело в том, что коммуникации, проложенные в свое время так называемым хозспособом, на баланс компании «Вода Донбасса» переданы не были. Хотел бы попросить квартальных людей, чтобы следили за своими улицами, потому что звонят нам постоянно, что порыв, порыв. Она на балансе у нас не стоит. Должны приходить люди квартальные, писать заявление и оформлять этот порыв, оплачивать, и мы будем ремонтировать его. О том, что водопровод на улице Парижской коммуны, по сути, бесхозный, Виктор Васильевич знает. Но решить проблему не так-то просто. Сколько раз в водоканал обращались, вот и крестная моя квартальная была, тут собирали подписи, все это самое, что улица. Когда одни старики остались лет за 70, уже своими силами ремонтировать линию не смогли. Обращались к водоканалу. Водоканал сказал, что до 100 мм трубу на баланс мы не ставим. Они говорят, проложите новую трубу, сотку, мы вас возьмем на баланс. Проложить новую трубу – дело, безусловно, хорошее. Но когда на улице проживают преимущественно пенсионеры, а часть домов и вовсе пустует, сделать это, мягко говоря, проблематично. Вот и сочится вода возле дома номер 32 уже не первый и даже не второй день. У нас даже чертежей с кем на этой улице нет. Поэтому такая ситуация. Поэтому это просьба к квартальным, чтобы они следили за своими водоводами и как-то оформляли это все, делали своевременно. Но никто не обращает. Только звонят и кричат, что мы будем жаловаться, будем жаловаться, будем жаловаться. А улицы на балансе не стоят. Выход из создавшегося положения жителям частного сектора придется частным же порядком и находить. То ли снова скооперироваться, реконструировать водопровод и отдать в распоряжение водоканала, навсегда забыв о проблемах с ремонтом, то ли регулярно тратиться на ликвидацию утечек живительной влаги. Вчера молодежь Харциска погрузилась в атмосферу позапрошлого столетия. Как известно, до самого конца 19 века излюбленным развлечением светской публики были балы. Однако уже в начале революционного 20-го мода на чопорные танцы канула в небытие вместе с самой великосветской публикой. Что уж говорить о кардинально изменившейся культуре танца в веке 21-м. Однако интерес к той атмосфере возвышенности и торжественности не угасает до сих пор. И нынешняя молодежь с удовольствием принимает участие в тех немногих балах, которые проводятся в нашем городе. О великосветском мероприятии в построенном при советской власти Дворце культуры в нашем следующем сюжете. Организаторами осеннего бала в городском ДК выступили отдел по делам молодежи, управление образования и творческие работники Дворца культуры. После месяца напряженных репетиций его участникам удалось сделать танцевальный вечер весьма зрелищным. Погрузиться в волшебную атмосферу старинного бала помогал специальный дресс-код. Платье в пол для девушек и строгие костюмы для юношей. Открывался осенний бал «Полонеза». Неспешное шествие пар под торжественную музыку подчеркнуло возвышенный характер мероприятия. Во втором выходе были представлены визитные карточки участников. Все ребята подошли очень творчески и я думаю конкурс «Визитная карточка» будет очень интересный. И завершающий конкурс нашего сегодняшнего осеннего бала – это общий вальс. Его тоже ребята готовили с нашим хореографом Анастасией Матвиенко. И вот это будет уже завершающей такой точкой. Конечно же у нас сегодня присутствует много гостей. Будут и романцы, будет и джазовый квартет выступать для всех наших участников. Осенний бал был посвящен году русского языка. Поэтому каждая из 12 пар представляла пару персонажей из произведений русских писателей. Здесь можно было встретить и Татьяну Ларину с Евгением Онегиным, и мастера с его Маргаритой, и еще целый ряд других узнаваемых героев книг-классиков русской литературы. В целом гостям и участникам светского мероприятия удалось создать атмосферу бала позапрошлого столетия. Но определить, какая же школа сделала это лучше, так и не удалось. В итоге каждая пара была отмечена призом в отдельной номинации. В этом году в республиканском календаре к перечню религиозных, профессиональных и государственных праздников добавился еще один, который вот уже 14 лет отмечают в России. Праздник, символизирующий сплочение народа и его способность объединиться в трудные моменты – День народного единства. Соответствующий указ был подписан главой ДНР Денисом Пушилиным в декабре прошлого года. Согласно этому документу, 4 ноября в республике теперь считается нерабочим праздничным днем. Харциск отметит День народного единства праздничной программой под названием «Наша сила в единстве». Концерт состоится в понедельник, 4 ноября, в городском ДК. Начало в 11.00. В течение часа перед публикой выступят творческие коллективы Харциска, после чего праздник продолжится на площадке перед городским ДК. Принять участие в праздновании Дня народного единства городская администрация приглашает всех желающих. Этим сообщением мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Приятных вам длинных выходных и до встречи на канале ТВСФЕРА в следующий вторник. 2 ноября 1935 года в Янаке выродился Михаил Спартакович Пляцковский. После окончания школы будущий поэт-песенник и драматург работал в многотиражке на металлургическом заводе, где начал публиковать свои первые стихи. Учеба в институте в Луганске, а затем и в Москве, сформировала из Михаила Спартаковича профессионального поэта. Особенностью творчества Пляцковского было то, что он работал для разных возрастных групп. Дети с удовольствием читали его стихи, юношество внимало его песням в исполнении вокально-инструментальных ансамблей, а старшее поколение слушало его песни из уст именитых исполнителей. Два десятка сборников стихов не пылились на полках, около сотни шлягеров, в числе которых «Увезу тебя и в тундру», «Крыша дома твоего», «Ягода малина» и многие другие исполнялись на комсомольских стройках в воинских частях со сцен концертных залов. «Рыжую метелицу» на музыку Вячеслава Добрынина спел ансамбль «Лейся песня». «Рыжая метелица» счастьем щедро делится, нас усыпав золотом с головы до пят, пляшет разудалая, заводная шавая, и печали, словно листья, по ветру летят. 2 ноября в нашем регионе скорости юго-западного ветра не хватит для метели, да и листья после ночных заморозков падают в основном зеленые. Температура воздуха днем 4 градуса, ночью малооблачно, температура воздуха минус 3, юго-восточный ветер 5-7 метров в секунду.